Здравствуйте! Вы смотрите Культурное обозрение в студии Аллы Новоженина. Сегодня я предлагаю вам дайджест некоторых культурных событий, на мой взгляд, особенно ярких. Следите за руками. Анатолий Костянников провел мастер-класс для студентов художественного училища. О том, как под кистью мастера рождаются живописные шедевры, узнавала Наталья Чунина. Его работы привлекают внимание зрителей, а его коллеги-мастера кисти отмечают то, как потрясающе он работает с цветом. Анатолий Костянников, заслуженный художник России, в этом году отметил свой 60-летний юбилей. И до этого момента к созданию новых работ не приступал. Начинает он всегда с протирания холстом маслом, затем расставляет цветовые акценты. Каждый человек различает определенное количество тонов, полутонов. Их тысячи и миллионы. Вот я должен писать так, чтобы у меня какие-то шли такие внутренние возбуждения, чтобы какая-то радость шла от каждого мазка, что я вот делаю, понимаете. Должен исходить от этого. И я сейчас пишу даже не конкретные листочки, не конкретные цветочки, а вот цветовую ситуацию и вот этот момент восторженности. По словам Анатолия Костянникова, творческий процесс художника схож с композиторским. Мазки на холсте подобны звукам, составляющим одно произведение. В процессе самое главное – процесс. Когда процесс доставляет художнику удовольствие, тогда все спорится и все, что называется, движется. Свое 60-летие Анатолий Костянников отметил открытием двух проектов. Первый – и все-таки мы победили в музее ИЗО. Здесь наряду с работами художника представлены и военные фото. На них зрителю предлагается наклеить снимки своих близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Благодаря этому проекту Галина Старых хочет найти деда, который пропал без вести на поле сражения. Я разыскиваю свой 20 лет. Гостянку Павла Ивановича, 95-го года рождения. Он пришел с Финской и его забрали на Великую Отечественную войну. Первый год. И пропал он без вести, пропал где-то под вязами, говорят. Экскурсия по экспозиции от самого художника. На творческую встречу задать вопросы пришли студенты АГАУ и художественного училища. По словам Анатолия Костянникова, им это необходимо для того, чтобы молодое поколение помнило великий подвиг наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Рожденным в СССР посвящается. В галерее Курнакова развернул свою выставку «Союзмультфильм». Эксклюзивные слайды старых, добрых экранных произведений рассматривала Виктория Юркова. Не одно поколение выросло на этих мультфильмах. Даже волк не кажется злым. Он настоящий озорник, ни разу так не обидевший зайца по-настоящему. Мультипликация – огромный труд, уверена Елена Гущина. А сохранившиеся слайды первых мультиков – раритет. Когда мы видим их по телевизору, мы видим уже как бы конечные варианты, не всегда придаем значение тому, какая необыкновенная и большая работа была проделана для создания этого мультфильма. Сейчас у нас есть уникальная возможность посмотреть именно раскадровку. Слайды производства «Союзмультфильма», которые временно выставлены в мемориальной мастерской Андрея Курнакова, по идее должны были быть уничтоженными. Теперь этот рабочий материал – часть семейной реликвии. К сожалению, большинство советских вещей были утрачены. «Союзмультфильм» в свое время претерпел очень непростую ситуацию, когда сама киностудия, в общем-то, пришла в печальное состояние, была разрушена. И то, что у нас сейчас есть возможность посмотреть вот эти кадры – это действительно уникально. Подрастающее поколение продолжает смотреть и приключения малыша и Карлсона, волка и зайца. Известную фразу «Угрозу» детям и подсказывать не нужно. Рукой! Погоди! Алексей Шевченко относит себя к тем, кто так и не занялся мультипликацией, хотя ему удалось поработать с известными людьми. Меня как-то позвал Эдуард Николаевич делать его книги, которые до меня уже были сняты, например, «Простоквашина». Но только… Дело в том, что у него возникли новые герои, новые приключения. Их нужно было нарисовать, но так, чтобы дети, которые смотрели мультфильм, могли бы легко узнавать и героев, и новых героев вписывались в эту стилистику. Хрупкая вещь, сложная технология, ручной труд – все это о производстве мультфильмов. Орловчане могут прикоснуться к истории мультипликации. Выставка настоящих слайдов до апреля пробудет в мемориальной мастерской Андрея Курнахова. Это такая целлюлойная пленка, на которую сначала наносился рисунок контурный, потом заполнялся специальной краской, потом под нее делалась подложка. Сегодня подрастающее поколение продолжает смотреть мультики. Правда, они теперь другие, но те добрые советские по-прежнему вызывают улыбку и искренний радостный смех. В его коллекции более двух тысяч фото- и видеоматериалов. Фотохудожник Орловского академического театра Петр Мусатов принимает поздравления с 50-летним юбилеем. О том, как и с чего начался его путь к любимой профессии, и в чем секрет удачного снимка, расскажет Наталья Чунина. На его работах запечатлены люди, эмоции и энергия. Они отличаются от других, бытовых или постановочных портретов. Ведь театральная фотография – это особый вид фотоискусства. Задача фотохудожника – показать пластический рисунок пьесы и соответствующий ему эмоциональный посыл актера. Кадр делается в момент непосредственного действия и уже становится историей. Петр Мусатов – фотограф и видеограф Орловского академического театра. Мы еще с отцом снимали на камеру спорт пленочную. Два часа обработки и полторы минуты записи. Потом появилась паналовая камера. Тоже делал какие-то домашние радости. В театр Петр Мусатов попал случайно. После окончания машиностроительного техникума решил сменить деятельность и пришел работать в этот храм Мельпомины звукооператором. Затем сменил микшерный пульт на фотоаппарат. Несмотря на разную деятельность, первое впечатление о театре сохранилось сквозь годы. Сохранилось это ощущение, что в этом месте что-то создается такое действительно ценное, стоящее, что мне вообще должны завидовать все люди, что я нахожусь здесь и работаю на этой работе. Репетиции, премьеры, творческие вечера. Зрители знакомятся с репертуаром и жизнью, которой живет храм Мельпомины через его фото и видео. Они своего рода предисловие к спектаклю. Говорить о графике работы не приходится. Театр для Петра Мусатова – это второй дом. Процесс мне интересен, в принципе, и обучение, то есть осваивание программ, каких-то приемов, съемки, монтажа. Жалко, что не хватает времени на свои дела, на свои проекты, то есть просто погулять с фотоаппаратом, поснимать. Но, тем не менее, весь день он происходит в таком активном, интересном режиме. О его любви к работе говорят его труды. Ведь именно они создают такое настроение и состояние, которое зрителю предстоит почувствовать в зале. Есть в Орле мастер, который у себя в гараже делает пушки. К артиллерийской службе они непригодны. А вот для военно-исторических реконструкций – самое то. Мастера зовут Игорь Кадуев. Как из труб он ладит макеты орудий, разузнал Сергей Быковский. Бьется в тесной печурке огонь, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Вместо землянки – гараж. Но у этого помещения функция та же, что и у землянки. Рядом с зоной боевых действий – служить укрытием и местом расположения хозяйственных служб. В данном случае – мастерской. Вот, считай, жертвенник бога войны – артиллерия. Игорь Кадуев в этом гараже ладит свою новую пушечку. Это будет горное орудие образца 1909 года. Контролирующие органы просим не беспокоиться. Разговор о макете. Что-то покупаю, где сдают чермет. Можно было бы гордо заметить, мол, пока есть на Руси такие пушкади-самоделкины, и покуда в гаражах опоясавших наши города прячется, как оказывается даже артиллерия – не страшен нам враг. И добавить еще можно – эту страну не победить. Но, как бы впечатляюще не выглядели пушки Кадуева, они предназначены для боев исключительно историко-потешных. И тех боев, что за прославление солдатского подвига и супротив переписчиков истории, пытающихся тот подвиг умолить и даже поставить под сомнение. Игорь Александрович говорит – это же тоже война, пусть и своеобразная. Он член историко-патриотического поискового объединения «Наследие». «Наследие» крепко дружит с Мценским военно-историческим клубом «Орловская пехота», занятым, кроме прочего, реконструкцией военных событий различных годов. Вот пушки Кадуева на тех реконструкциях. С них-то все и началось в 2010-м, когда вместе с сыном съездил он на одно такое мероприятие. Заразился, а дефицит техники на реконструкциях заставил его взяться за изготовление собственной батареи. Первой стала «Сорокопятка», потом появилась немецкая пехотная пушка, потом наша полковая, образца 1927 года, еще позднее немецкая противотанковая, ПАК-38. Себя они уже показали, и не только в исторических шоу. Недавно попались на глаза Игоря Угольникову, режиссеру и продюсеру. «Хочет снять фильм «Подвиг подольских курсантов». Так что пушкам Кадуева теперь предстоит сыграть в кино. Действительно, почему нет? «Ну, это масштабно-габаритные макеты, соответствующие полному размеру. Ну, вес немного отличается от натуральных. И можно производить выстрелы пиротехническими изделиями». Материал, отрезные круги, электроды, краска – это минимум 10-12 тысяч рублей, плюс работа. А она делается не только в мастерской. Приходится изучать специальную литературу, и чтобы все получилось идеально, даже налаживать международные связи. «Просил через интернет в Финляндии, в музее фотографировали в размер лафет горной пушки с линейкой». «На каждую пушку уходит примерно год, потому что делаются они вечерами и выходные. Ведь Игорь Кадуев – мастер участка водоснабжения на железной дороге. Кабы не это водо-железнодорожная работа, пушки делались бы быстрее, месяца за три. Но тогда, говорит Игорь, и впрямь пришлось бы в гараже музей устраивать, как и советуют ему друзья. Не исключаем, что к таким друзьям с пожеланием о музее рады были бы причислить себя и многие зрители, заставшие этот сюжет». Как провести время на предстоящей неделе, узнаете из афиши. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. В выставочном зале «Худграфа ОГУ» продолжается выставка «Краски Пленера». В доме музея Грановского выставка «Тургеневская мелодия» в графике Жанны Травинской. В музее изобразительных искусств «И все-таки мы победили». 5 февраля в Доме культуры железнодорожников состоится концерт «Молодые дрова не Орловщины» в 18.30. 6 февраля в «Свободном пространстве» «Телеграмма» в 19.00. 6 февраля в «Театре драмы» «Власть тьмы» в 18.30. 7 февраля в «Свободном пространстве» «Наташина мечта» в 19.00. 7 февраля в «Театре драмы» «Жемчужное ожерелье» в 18.30. 8 февраля в «Театре драмы» «Королева красоты» в 18.30. 8 февраля в «Русском стиле» «Грабеж» в 19.00. 8 февраля в «Свободном пространстве» «Алые паруса» в 19.00. 9 февраля в «Русском стиле» «Оптимистическая трагедия» в 19.00. 9 февраля в «Свободном пространстве» «Леди Макбет Мценского уезда» в 19.00. 9 февраля в «Театре драмы» «Амур в лопоточках» в 18.30. 10 февраля в Театре кукол «Веселые медвежата» в 11 часов. 10 февраля в свободном пространстве «Капитанская дочка» в 19 часов. 10 февраля в Театре драмы «Шельменко-денщик» в 18.00. 10 февраля в русском стиле «Невольницы». С 1 февраля кинотеатры «Победа и современник» порадуют самых юных зрителей киноновинковый «Плюшевый монстр». Очередная анимационная картина от Фокса расскажет трогательную историю любви, смешанную с забавными моментами, с комичными ситуациями и продемонстрирует, на что готовы наши дорогие мужчины ради тех, кто им по-настоящему дорог. Для более взрослой аудитории кинотеатры «Победа и современник» предоставляют фильмы «Селфи» и «Короче». «Селфи» от создателей «Духлеса» в главной роли с Константином Хабенским расскажет нам о том, что может быть, если твой виртуальный образ более колоритный и более харизматичный, нежели чем ты на самом деле. Что касается фильма «Короче», «Мэтт Дэймон» продемонстрирует нам, что же бывает, если у тебя недостаточно сбережений, и ты решила их увеличить за счет того, что уменьшишь сам. Ждем вас в кинотеатрах «Победа и современник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова